Дальше. Денежные массы любят эстетов. Почему я это говорю? Я когда-то задумывался вот над чем. Когда-то, смотря фильм, который был о Средневековье, я обратил внимание, что люди в большинстве своем в Средневековье, они недоедали, жили плохо, была антисанитария, была, в общем-то, плохая жизнь у людей. Но вот один момент меня затронул. Почему же те люди, которые являлись элементом благородных домов, эти люди вели себя по-другому? Зачем им необходимо было себя изменять? Ведь гораздо проще было есть, как остальные люди, руками. Гораздо проще было вести себя, как остальные люди, то есть там драться, кричать и так далее. Но вот видите, одна из особенностей королевской семьи заключается в том, что королевская семья свято чтит вот такой элемент благородства, элемент эстетизма, элемент хороших манер. Эти люди, которые добиваются или которые пришли или стали царями, эти люди, они максимально во дворцах ведут себя, максимально эстетично. Они стараются хорошо разговаривать, они стараются проявлять положительные эмоции друг к другу, они стараются хорошо есть. И я понял со временем, это является одним из элементов или одним из тайн, которые могут сделать человека богатым человеком. Именно поэтому много людей стараются жить эстетично, именно поэтому покупают дорогие вещи, дорогие картины обихода, антиквариат, стараются при этом кушать красиво за столом, стараются при этом вести светские красивые беседы, стараются при этом... Но бывают же другие, бывают мещане. Бывают мещане, но я могу утверждать вам где-то, ну, на большое количество процентов, что рано или поздно такие семьи не смогут добиться бесконечного прихода в свою жизнь материального благополучия, и рано или поздно такие семьи смогут разориться. Именно в тех семьях, в которых нет традиции или нет обычая светского общения, нет традиции красиво разговаривать, хорошо есть и красиво себя вести по отношению друг к другу, эти семьи рано или поздно впадают в эзотерическую систему, которая называется поглощение волн нищеты или по-другому объятие черни. То есть человек плавно спускается, если за столом вы все время материтесь, если за столом все время вы ругаетесь, если за столом претензии и ненависть, если идите как попало, если вокруг вас пахнет плохо, если вы к этому не стремитесь. Я не говорю, что нужно всех заставить это делать, делайте вы, делайте вы как пример, будьте вы тем человеком, который это делает. Возможно, вы в том мире, в котором вы живете и живете как вы хотите, возможно, вы проживете богато, но я хочу вам сказать о том, что нужно думать еще и о своих детях, а вот ваши дети или даже ваши внуки, они, наверное, съедут, потому что не будет такого папы, который зарабатывает деньги, будучи бизнесменом или политиком, не будет такой мамы, а дети обучатся у вас, они воспитают своих детей и эти дети не смогут жить хорошо. Но нашей же задачей является делать немножко больше для своих потомков, чем делать для себя, правильно? Поэтому нужно подумать о детях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!